Это конфликт интересов. В данном ролике мы берем спорную ситуацию, взвешиваем все за и против и на этой основе делаем свои выводы, а ваше право с нами согласиться или нет. Довольно жаркие споры идут вокруг реформы российского футбола, предложенная нидерландской компанией Хиберкуб. Давайте же попробуем сформировать какое-то мнение и начнем с аргументов за реформы. Наш футбол в диком упадке и на уровне клубов и на уровне сборных, поэтому реформы не просто нужны, но и необходимы. Возможно, где-то даже стоит пойти на необычные шаги. Хиберкуб – это весьма уважаемое агентство, которое анализирует проблему и предлагает решения. Эта компания занималась реформами в таких чемпионатах, как Голландия, Бельгия, Дании и Австрии, а также спроектировала новый формат Лиги чемпионов. Это к тому, что в профессионализме можно не сомневаться. Что очень важно, реформа коснется не только премьер-лиги, но и ПФЛ. Команды будут проводить больше матчей, а также мы увидим больше противостояний между прямыми конкурентами. Логика понятна и проста, чем больше футбола, тем лучше. Реформа от Гиберкуб позволит большему числу команд остаться в борьбе за Еврокубки, что может сильно вдохновить. Аргументы за довольно крепкие, но что насчет тех, кто против? Первое – это сухая статистика. Гиберкуб – это решение проблем на основе и анализе статистических данных. Очевидно, что топовые матчи собирают больше зрителей, но едва ли от увеличения матчей между прямыми конкурентами возрастет интерес. Как говорится, хорошего должно быть в меру. Ранее мы перечислили чемпионаты, с которыми работала нидерландская компания. Да, они неплохие, но вы в основном эти чемпионаты не смотрите и смотреть не собираетесь. Говорить про какой-то качественный рост тех чемпионатов говорить точно не приходится. Довольно часто футбольные чемпионаты пытаются вести плей-офф. И как один из вариантов, плей-офф как раз-таки и сделает менее значимым сам чемпионат. А вот как возможность команд из нижней части бороться за Еврокубки поможет развитию? Ну вот что может быть хорошего, если команда, занявшая место ниже, будет выступать в Европе? Абсолютно непонятно. Также непонятно, зачем нужно было платить такие деньги, чтобы нам указали на очевидные вещи. Ну вот такие за и против у нас получились. Теперь же давайте перейдем к мнению, которое мы сформировали на канале. Напомним, ваше может отличаться, и в данном случае это весьма вероятно. Канал Live Sporting Tribune за реформы, но против большинства новшеств, предложенных компанией Гиперкуб. Да, мы полностью согласны, что реформы нашему футболу не просто нужны, а необходимы. Компания Гиперкуб предложила интересные инициативы, но они либо слишком очевидны, либо совсем не обязательно эффективны. Помимо чемпионатов, где якобы их система подняла уровень футбола, есть и неудачные проекты. Плей-офф никак не подняли уровень Болгарии и Румынии. Так что проблема не только форматов. Ну, как говорится, критикуешь – предлагай. Мы также назовем очевидные вещи, обратив внимание на которые, как нам кажется, помогут нашему чемпионату. Первое. Нет монополии ни на футбольном поле, ни в спортивных СМИ. Второе. Нет лимиту на легионеров. Третье. Если клубы не в состоянии платить большие деньги, значит не надо. Жить нужно по средствам. Детско-юношеский спорт – социальная задача для государства, а профессиональный спорт должен быть частным. За счет увеличения количества матчей цены за трансляцию не будут расти. Но если будут появляться спортивные каналы, которые будут не только показывать футбол и с умным видом рассуждать бесконечно о тактике, а делать интересные проекты, которые постоянно появляются на том же Ютьюбе, то тогда можно будет надеяться на рост подписчиков. Стоит не забывать, что тут нужно учитывать и благосостояние граждан. Подытожим это все тем, что во все проблемы на поверхности можно бесконечно менять форматы, но пока у отечественных игроков нет интереса уезжать в сильные чемпионаты, пока судейство вызывает кучу вопросов, пока болельщиками по сути никто не занимается, то в таком случае не стоит ожидать перемен при любом формате. О проблемах в футболе можно рассуждать бесконечно. Мы постарались как-то сформировать наше видение. Если ваше отличается, мы будем рады увидеть это в комментариях. А это был Live Sporting Tribune и спасибо вам за внимание.